Я с тобой бы станцевал, но не умею, ты же холодней, чем лед на моей шее, мы отдыхаем тупо каждый день недели, и мы окажемся в постели. Эту работу мне порекомендовал, вот ты, огромное тебе спасибо, рад, что ты рекомендуешь мне постоянно Гарри Топоро, Тони Раута, Талибала и всех вот этих вот молодых людей, которые просто как бы разрывают, да, разрывают свои энергии, атмосферностью, то есть делают все прекрасно. И сейчас у Гарри Топоро и Тони Раута идет концерт, хотя точнее, по-моему, уже прошли или еще идут, ну и давно вот в Москве был концерт, там был разрыв всего, вообще просто заходите в Гарри Топоро в инстаграм, хотя там уже, наверное, все исчезло, ну то есть, если захотите, то найдете, там реально был просто разрыв всего, разрыв энергии и колоссальная какая-то невероятная порция всего, что дают Гарри Топоро и Тони Раут. Ну что ж, сегодня у нас Гарри Топоро один будет без Тони Раута, но, как говорится, ничего страшного, да, трек называется Хулиганка, да, и смыслов очень тут может быть много, а может быть банальный смысл, хулиганка, типа плохая девочка, да, и все в этом роде. Ну что ж, ребят, с вас лайк, подписочка, ребят, всем приятного аппетита, кто будет кушать, давайте смотреть, давайте наслаждаться, минута 57, кстати, трючок совсем маленький, но ничего страшного, я думаю, Гарри Топороо нас зарядит. Своей энергией, атмосферностью и, конечно же, голосом своим прекрасным, потому что после пряников я начал воспринимать Гарри Топора и только хорошего рэпера, ну как еще и шикарного человека с прекрасным голосом, потому что пряники, это просто мне очень зашел этот трек, ребят, ничего не могу с этим поделать. Ну что ж, погнали смотреть, let's go, громкость на всю, конечно же, давайте посмотрим, что принес Гарри Топороо в этом треке нам, let's go. Эй-я, я с тобой бы станцевал, но не умею, ты же холодней, чем лед на моей шее. Эй-я, мы отдыхаем тут по каждый день недели, эй-я, эй-я, и мы окажемся в постели. Я хочу тебя похитить, чтобы выпить по одной, выключаю телефон, ведь на сегодня я с тобой. С кем я буду завтра, зайка, это дело не твое. В ресторане под столом не передай свое белье. Кто-то будет под столом в виде этой хулиганки заниматься тем, что она заслуживает, да, по словам Гарри Топора, естественно. И в это же время Гарри Топор может, естественно, звонить и другим дамам, и он не будет даже ее спрашивать. Ее дело заключается в совершенно другом. Ну, вот такой вот смысл, да, в первых словах, что я здесь услышал. Ну, Гарри Топор могет, умеет, может, и имеет право петь, исполнять свой рэп, как хочет, и доставлять энергию, которую он хочет. Но, давайте слушать дальше, 42 секунды пролетело незаметно, если честно. Я не из тех, кто прям кавалер, но это не бурит танка. Ты залезаешь в топорную стойку, мелкая хулиганка. Бедрыми так развратно, у меня уже кругом голова. Ты горишь со мною, как цистерна по 52. О, ну, 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 как всегда, вот эти отсылки, Гарри Топора, это просто что-то с чем-то. У него всегда наполнены текста, даже на минуту 57 он умудряется, я более чем уверен, накидывать очень много отсылок, которые мы даже не замечаем, которые нужно в любом случае, в любом случае, сидеть с текстом, и, конечно же, нужно разбирать все это. Но эта отсылка, я думаю, популярная, достаточно знаменитая, чтобы ее, как бы, не знать. Так что, ребят, кто знает, пишите в комментариях, я не буду вам говорить, но эксперты, давайте в комментариях, let's go, я вас жду. Я тебя трогаю под столиком, мы потом голые, салипнем в номере, как кролики. Как он это нежно, да, подает, так, знаете, с какой-то долей такой харизмы ионой, что ли. Прям видно какую-то такую улыбочку во время исполнения трека, или мне просто кажется, да, но что-то такое присутствует, да, как это вот внутренняя улыбочка Гарри Допора, вот что-то есть. Я хочу сорвать этот тажурный чокер с твоей шеи, эй-я, 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 я с тобой бы станцевал, но не умею, ты же холодней, чем лед на моей шее, мы отдыхаем тупо каждый день недели, эй-я, эй-я, и мы окажемся в постели. Ну Гарри Допор сам смеется над своим треком, как бы и понимает, что ничего серьезного, как бы, здесь нету, да, ну вот просто сделал трек, вот, ну просто вот захотел сделать такой трек и сделал, и решился, потому что вот его настроение у него такое, наверное, было, но не будем, конечно же, серьезно относиться к треку, потому что, ну сразу понятно, я не думаю, что здесь нужно что-то разбирать. Трек сделан по фасту, такой, знаете, лайтовая работа для Гарри Допора, конечно же, есть у него и серьезные работы в арсенале, и в том числе в этом альбоме, очень серьезные работы, очень прекрасные работы. Эта работа, наверное, сделана так, по-быстренькому, ну как по-быстренькому, просто вот налегке, да, просто зашел в студию, мысль возникла, почему бы ее не реализовать, да. Гарри Допор справился отлично, мне все понравилось, шикарная атмосфера, потрясающий голос Гарри Допора, мне вот прям заходит почему-то последнее время. Трек Гарри Допора очень заходит, как всегда, достаточно отсылок, достаточно отсылок, про самолет, да, была отличная отсылка, вот, ну мне очень зашла, и ассоциация, главное, что прям, ну такая, да, что-то массивное, мощное, да, и агрессивное, достаточно агрессивное, злое. Гарри Допор может себе это позволить, естественно. Ну что-то могу сказать, да, хулиганка, реально, хулиганка одним словом. Шикарный трек, всем, кому понравилась, понравилась реакция, пишите в комментариях, ставьте лайки, естественно, для продвижения, ребят. Всем удачи, всем пока, пишите в комментариях, на что сделать реакции, обязательно сделаем, ребят, как вам этот трек, как вам эта хулиганочка, да, как вам вот эта вот отсылочка смеха и отсылочка, конечно же, к другим трекам, тям-тям-тям-тям-тям-тям, да. От Гарри Топора в самом конце был, это, наверное, была отсылка к другому треку Гарри Топора. Естественно, как вам в общем трек, пишите обязательно в комментариях. А я желаю вам только добрейших эмоций, ребят. Всем пока.